итак мы сегодня начинаем вторую часть си и в общем то как уже получается вебинаров на тему отделения интерфейса от алгоритма зачем и как это реализуется в языках си семейства ну за одну наверное поймем как это может и реализуется в языках и других не только си семейства сегодня прошлый раз на первой лекции мы касались вопросов того как это сделать на процедурных языках но в частности на языке си ну а сегодня должны добраться до понятия как это может быть сделано в объектно ориентированных системах ну это обо мне что я давно и здесь преподаю работаю сегодня я читаю второй ребенок почему все таки посвящено рассмотрению этих вопросов именно на этих языках ну во первых потому что си плюс плюс это общий целевой язык системного общего программирования он предоставляет программисту целый спектр возможностей которые целом ряде других языков уже либо как-то определенным образом реализованы либо недоступны а здесь есть всегда варианты а поэтому всегда возникает проблема обсуждения выбора что же лучше вот поэтому и здесь с точки зрения этих языков мы большую часть материала будем рассматривать прошлый раз мы говорили о том почему важно отделять интерфейс от алгоритмов вообще строить трехслойные минимум приложения трехуровневые один уровень отвечает за интерфейс другой реализует логику приложения его алгоритмическую часть третье работу с данными интерфейсы приходят и уходят алгоритмы остаются если код интерфейса тесно переплетен с кодом алгоритма то приходится с кровью вырывать и вставлять новый поэтому нужно с точки зрения развития приложения его сопровождаемости и так далее гибкости расширяемости конечно же облегчить из изменения тех или иных компонентов этой программы но одно один из таких компонентов это как раз и есть интерфейс и если скажем какие-то ну понятийные что лет логические компоненты какой-то конкретной прикладной задачи тут мы еще точно не можем сказать что-то будет из них меняться а что-то не будет хотелось бы этого уметь и знать но вот что уж про интерфейс и так это уж кровью потом наработано что приходит придется 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 модернизировать ну а что будем уметь на основе цикла первых понимать логику и смысл реализации различными способами разделения оценивать давать характеристики каких условиях что лучше что хуже где всегда чем-то приходится жертвовать ради чего-то ну вот надеюсь что с этими знаниями мы в конце концов придем с этими знаниями конца нашего цикла лекции что мы делали прошлый раз прошлый раз мы начали с в общем то с простого примера о том как на языке си написать программу линейного поиска в массиве ну честно говоря мы там довольно долго строили эту программу как это бывает по жизни на занятиях что в начале получалось что интерфейсные части этой программы переплетены с алгоритмической в результате возникают проблемы наши попытки на лету их исправить приводит не очень хорошему результату и в конце концов на уровне по крайней мере до этого одного этого файла нам таки удалось построить работающую программу как в которой на уровне файла по крайней мере были отделены логически различные части этой программы тестирование показалось что программа работает нормально попытка найти искомое первое встретившее искомое значение в наборе данных позволяет его найти если да ищемся то чего нет ну соответственно сообщается что его нет но если присмотреться к этой программе как это мы сделали прошлый раз мы увидели что у нее здесь есть разные части есть данные есть алгоритм линейного поиска есть интерфейс ввод данных вывод результатов а если честно присмотреться то вот здесь не просто интерфейс а здесь есть интерфейсные части и все-таки алгоритмическая часть не только сам алгоритм но и видимо принимать решение о том какой же ответ выводить пользу это тоже в общем то часть алгоритма а не интерфейс с точки зрения ее логического назначения ну и тогда исходя из такого деления мы сказали что конечно каждую такую часть самостоятельно решающую самостоятельно подзадачу следует выделить в отдельную единицу такими единицами деления в процедурных языках являются процедуры функции поэтому решили что будем их выделять в результате у нас получилось следующее решение но вот это вот объявление тех функций которые выполняют здесь самостоятельную задачу получают данные отображают их пользователя получают не искомое значение которое следует искать выполняется алгоритм поиска и отображается либо успешные завершение этого поиска либо не успешно ну вот самостоятельный подзадачи выделено самостоятельные функции тогда сама логика приложения записывается ну вот таким вот образом получить данные и если набор данных не пуст отобразить получить ключ поиска от пользователя найти индекс элемента и в зависимости от того нашлось или нет отобразить либо успешное решение либо успешно это значит у нас функции это логика это данные данном случае пока реализовано в лоб то решение которое было в начальном файле то есть есть некий статический массив и данные этого массива будут обрабатываться нашим приложением но это сам алгоритм линейного поиска мы тоже разбирались как и почему именно так устроен почему все вот так можно написать почему большинстве других языков так написать нельзя но в результате значит вот такой получился алгоритм а это вот наши функции образующие интерфейсной части отображение данных получение пользы здесь конечно опущены вопросы там контроля правильности ввода потому что сейчас нас интересует именно логика решения отображение того или иного исхода поиска но эта программа это набор функций считается разумным опробованным вообще хорошим решением организовать трех минимум трехслойную архитектуру нашей программы причем соседние слои взаимодействия между собой а слои не соприкасающие друг о друге по идее ничего знать не должны это позволяет ну с малой кровью изменять соответствующие при необходимости обеспечения реализации того или другого слоя заменять интерфейс не затрагивая управление данными ну и желательно алгоритм для этого надо ослабить максимально связи между этими слоями заменять алгоритма скажем не изменяя логику интерфейса и логику работы с данными заменять логику работы с данными не трогая алгоритм от интерфейса ну например с базой данных работать с файлами работать или как-то еще из интернета скачивать данные и вот попытавшись следовать этой логике этой рекомендации мы получили следующее решение у нас были созданы три слоя ну каждый слой это модуль в языке си а модуль представлен двумя файлами интерфейсный модуль модуль который экспортирует внешние имена этого модуля и позволяет использовать их из других модулей и файл реализации соответствующих процедур функций этого модуля ну вот мы видим три слой данных слой или уровень интерфейса ну и уровень логики аналогично вот здесь их реализации ну и функция main который сейчас запускает начинает как выглядело это решение на практике ну вот так вот выглядел слой или уровень работы с данными пока все один в один вот как было первоначально получено этот реализация отвечает за предоставление статического набора данных это интерфейс если какому-то из слоев нужно обращение к этой функции ну естественно делать цинкают соответствующего хедер файла модуль бизнес логики логики нашего приложения ну вот здесь как раз та самая логика которая была выделена и мы ее рассматривали получение данных ну то есть вот все логические операции которые делаются при решении этой задачи ну видимо здесь же в логике находится и сам алгоритм поиска все таки это алгоритмическая часть а не интерфейсная и не часть связана с хранением данных и третий уровень модуль интерфейса здесь реализованы вот как раз соответствующие интерфейсные функции и экспорт этих имен во внешний мир чтобы можно было использовать функции этого модуля все это приложение состоящее из этих трех слоев запускается вот модуль main и выглядит очень просто так как надо запустить логику самого приложения то здесь подключается описание логического слоя логического уровня и вызывается главный метод из этого слоя главная функция выполнена вот это результат результат тот же самый что подтверждает что такая реорганизация программы а я даже правильно назвать не реорганизация рефакторинг то есть изменение структуры программы с целью ее прояснение улучшения повышения качества и так далее без изменения внешнего поведения и вот это вот даже на этой маленькой задачке вот это вот решение позволяет нам ну попробовать оценить опробовать различные преимущества которые скажем предоставляет нам такое решение ну например попробовать заменить интерфейс раз у нас интерфейс в общем-то отделен от остальных частей программы почему не попробовать его заменить у нас был консольный интерфейс почему не попробовать сделать окон для этого разработан модуль windows интерфейса этот интерфейс реализует объявляет те же методы что и консольный интерфейс методы точно также называется но реализация этих методов другая реализуются там функции диалоговой процедуры но техническая часть здесь не рассматривается нам сейчас важна логическая организация вот так переписываются или модернизируются функции опять же интерфейсные которые обеспечены которые вызываются из основной логики из уровня логики отображение данных получение результатов отображение успеха или не успех результат работы замены одного интерфейс на другой но выглядит вот так вот два разных две разных реализации отображается данный набор данных предлагается ввести значение для поиска нажать кнопочку и увидите ответ нашли или не нашли соответствующие решения ну замена просто только что один из файлов а именно файл реализации заменили на другой с тем же самым внешним интерфейсным модуле соответственно с интерфейсом этого вам будет модуля этого компонента этого слоя в принципе достаточно вроде легкая работа а почему бы не попробовать выбирать интерфейс или заизменить интерфейс процессе работы программы можно выбрать консольный интерфейс можно выбрать оконный интерфейс на одних случаях может быть лучше один и другой если приложение позволяет так переключаться оказывается что вот такое разбиение достаточно удобным достаточно простым позволяет сделать это решение а именно ну вот там где у нас находится функция моей значит появляется новая возможность выбрать тип интерфейса дальше так вот такой какой был но здесь предлагается выбрать а пока в модуле моим ну из самого решения состоит в чем в данном случае поскольку уже потребуется вызывать то одни функции из одного модуля то есть другого ну вот общему решениями является в данном случае указатель на функции соответствующей сигнатурой и в зависимости от ответа оператора или юзера пользуется этой программы выбирает ли он первый тип интерфейса консольный или второй тип оконный соответственно эти указатели инициализируются либо соответствующими методами консольного консольной реализации интерфейса либо оконной реализации интерфейса ну вообще-то говоря конечно очевидно что достаточно тут трудоемкий код если интерфейс богат это слишком много приходится делать замену тем не менее это решение выполняется в принципе его можно даже и облегчить если скажем вот эти вот указатели собрать в определенную структуру такие такие структуры инициализировать внутри каждого модуля того или другого то тогда вот эта замена это просто присваивание одной структурной переменной другой и все выполняется элементарно в процессе одного одиного присваивания но что-то уж больно это напоминает структура структура которая содержит возможность вызова функций уж больно тоже напоминает классы классы именно так и родились от расширения структур до возможности вызова использования кода вместе с этими структурами так что вот уже первый толчок к тому что они плохо бы наверное реализовать это через класс и мы увидим что да видимо неплохо но с другой стороны если посмотреть на это решение то мы увидим что мы опять здесь видим а интерфейсную часть и логику логику ну а правило хорошего тона мы только что говорили надо разделять интерфейс и логику поэтому видимо одну часть этого решения следует отнести к интерфейсному или считать ответственность интерфейсного модуля а второго модуля логики или слова логики поэтому решение могло бы выглядеть вот так у нас есть некий обобщенный интерфейс интерфейс хедер файл который содержит объявления различных ну соответствующих указателей на нужные необходимые функции для работы и обратите внимание два независимых интерфейсов файла от модуля консольного интерфейса и от модуля оконного интерфейса ну это файлы которые экспортируют соответственно разработанные там в отличие от си плюс плюс мы не можем здесь иметь перегруженные функции с одним и тем же именем языке си все имена функции должны быть уникальны в этом пришлось вот к функциям из консольной реализации приписать буковку си и законной приписать буковку W ну к сожалению вот это произошло такое такая небольшая переработка входа не очень трудоемкая но и не очень приятная но тем не менее у нас получается вот это как бы вилка с многими контактами который может включаться либо сюда втыкаться либо сюда вот это переключение должно делаться на основе решения пользователя перед началом работы программы сам уровень логического консольного интерфейса но практически не потерпел изменений за исключением чего за исключением того что появилась новая функция get interface type которая ну собственно вот взяла на себя ответственность за то чтобы выяснить чего пользователя так какую же функцию следует это соответственно у нас реализация модуля как раз вот переключатели интерфейс здесь созданы реализованы сами эти указатели ну и соответственно их настройка в зависимости от заявленного типа интерфейс там первый и второй в результате это у нас появилось ну с одной стороны хотя и звучит что это вроде бы интерфейсный уровень поскольку взаимодействует с метода ну с функциями с процедурами относящимися к интерфейсу приложения в целом но если говорить о том какую логику логическую работу он здесь выполняет то это скорее контроллер это контроллер для интерфейсного модуля то есть появился вот такой ну а уровень логики пополнился тоже новой частью новой функции это логика смены или выбора интерфейса надо узнать какой интерфейс предпочитает пользователь и установить соответствующий интерфейс а это как раз вот с предыдущего слайда в результате функция main осталась той же самой но теперь у нас имеется вот такая возможность запускается программа в консольном варианте запрашивается предлагается выбрать тип интерфейса при выборе единички мы видим работу в консоли при выборе двойки у нас открывается окно и мы можем работать в оконном интерфейсе ну вот такое вот решение мы получили ну и закончили собственно обсуждением вопросов так а как и откуда может настраиваться интерфейс в принципе он может быть как в этом примере по запросу пользователя или например это может быть дополнительного и параллельно с этим например виде параметра командной строки при старте программы это может быть чтение из какого файла настройки типа сетапе не это может быть найдено в реестре windows или каким-либо еще способом но тем не менее значит вот таким вот образом наша программа может настроившись на тот или другой вид используем интерфейса функционировать но правда если посмотреть на сам пот вот этот получившийся то честно говоря вот если мы рассмотрим логику работы программы вот здесь логика у нас то в общем то здесь прямо скажем не очень заметно и понятно так а с какими же все таки частями кода программу здесь идет функционер взаимодействия ну только по скажем умным и так сказать содержательному описательному названию функции но можно догадаться ага вот это вот дисплей значит отображение вот здесь get наверное получение данных но с другой стороны вот get позволяет получить данные но от слоя управление данными а вот это получение от слоя интерфейского опять же то есть ну саму логику программы здесь в общем то по этим названием просто так не разобрать либо надо было делать более описательное более длинное название либо комментарии если мы хотим вот разобраться то какие части приложений сейчас данный момент взаимодействие с чем взаимодействие но тем не менее решение работоспособное как обычно ну несколько громоздкое но на то оно и на таком уровне на низком написано но тем не менее работоспособное мы видим что мы можем заменять интерфейс точно так же можно было бы попробовать изменить допустим модуль работы с данными ну например считывать данные с файлы или скажем создавать заполнять массив случайно с генерированными числами тоже было бы такое например такое такое решение и опять же пользователь мог бы захотеть во время прогона выбирать и тот или другой способ но в принципе идея понятно как это получается в общем то идея опять же сводится к тому что должен будет быть создан некий вот такой вот уже управляющий уровень где у нас вот здесь был управляющий уровень который будет принимать решение о том где и как и когда что будет переключаться но если это контроль так сказать интерфейсная часть там получится контроль для работы с данными и опять же вот такой же будет набор соответствующих функций взаимодействия и переключение одного в другое в принципе идея понятна и понятно что мы должны выйти для успешности этого решения на некоторый уровень абстрагирования то есть на уровень указателей в данном случае в средствах СИ это указатели которые позволяют нам либо так либо так настроить единообразно использовать ну в данном случае разные реализации но тем не менее это все происходит именно вот через абстрагирование через некие указатели которые будут в подходящий момент настроены на подходящую часть предложения ну вот собственно этим мы закончили и сказали что а в принципе то в объектных языках все-таки вот эти вот различные функциональные части программы обычно реализуют работу точнее так реализация каждого слоя то есть поручается объекту соответствующего класса и в результате получается ну в общем то уже классическая схема паттерн проектирования программ это архитектура MVC модель вид контроллера контроллер объект управляющий логикой всей программы у нас это уровень логики модель на нашей схеме это нижний уровень отвечает за управление данными за их хранение в памяти предоставление другим частям программы за их может быть сохранение между сеансами работы и так далее ну и наконец вид управляет представлением данных пользователю и взаимодействием с пользователем и как у нас в идеале эти три слоя были независимы из слоя логики был посредником между слоем данных и слоем интерфейса которые в принципе друг о друге ничего не знали по крайней мере явно этих знаний нигде не было задействовано закодировано это позволяет довольно легко заменять эти модули и подобная же схема вот реализуется в объектных языках но уже не видя слоя то есть каждый слой работа в каждом слое исполняет определенный объект и вот это вот архитектура MVC она наработана была достаточно давно но честно говоря изобрели ее программисты на small talk был создан такой язык в конце 70-х к 80-м годам интерпретируемый объектно ориентированный язык специально созданный придуманный для изучения возможностей предоставляемых объектной парадигмой программирования ну и вот эта модель MVC настолько в общем-то популярна что в очень многих языках библиотеках или даже средах исполнения она реализована встроена и программист когда пишет свое приложение должен прибегать к реализации этой модели ну вот собственно имеется возможности нету а иногда так не буду поддерживать значит работать с тобой не буду если не будешь поддерживать есть и такие среды в которых вот так построен и все ах ты не хочешь поддерживать ну значит не сможешь работать в других предоставляется возможность в третьих если хочешь можешь реализовать ну сам все зависит но тем не менее это в общем-то считается общепризнанной общепринятой общепринятым решением достаточно удачным но правда не бывает же абсолютно наилучших решений поэтому существуют различные вариации реализации этой схемы этой архитектуры ну пока вопросов нет что у нас удаленных слушателей серия вопросов нет вопросов никаких пока потому что было рассказано народ без голов стоит ну хорошо на счет модели вот это я иногда читал не все а там некоторые люди логику приложения переносит в модель а в контроллер оставляют только собственно говоря управление взаимодействия между пользователем и моделью а вот как раз сейчас об этом я и собираюсь говорить как я сказал существуют различные вариации этой архитектуры но одна из вариаций например вот такая то есть между моделью и видом все таки устанавливается взаимодействие так сказать в идеальном случае хотелось бы чтобы его не было тогда их независимо заменяем еще прочее но ради чего нарушается вот эта независимость которая в принципе считается хорошей вещью с большой буквы ну естественно ради повышения эффективности взаимодействия как правило это вот так называемые механизмы связывания или байдинга которые существуют в целом ряде там библиотеки или реализации систем когда средствами самой библиотеки или среди исполнения связываются элементы данных и элементы их отображения зачем изменение элементов данных привод сразу к изменению в элементах отображения и наоборот ну ради чего понятно ради эффективности когда это бывает удачным и удобным когда это реализуется тогда когда структура данных в модели в общем близко в идеале соответствует структуре отображения данных ну например записи база данных поле в поле поле в поле в поле сменилась запись сменили значение полей тут же изменилось отображение ну или вот примеры подобного решения можно найти ну скажем в том же самом excel вот таблица с данными вот диаграмма построена мы изменили число в таблице тот же столбик в диаграмме поменялся или скажем мы потянулись за столбик высоту его изменим и тот же число в таблице меняется ну вот подобные вещи или механизмы но очень часто реализуется как вот такой байник как я уже сказал это может быть сделано либо программистом вручную либо это может поддерживаться в библиотеке скажем вот оконного взаимодействия а может быть и в самой среде исполнения в которой реализованы вот эти вот три объекта другой вариант это комбинация вот этих вот двух объектов по сути в один объект в случае сложной логики программы бывает так что логика программы сложна точнее и вся состоит в том что сложное отображение данных сама та логика программы ну вот надо показывать скажем данные из-за других но способы отображения сложные потому что чтобы их организовать нужно перерабатывать прочее какие то вещи делать в общем требуется специальный контроллер но контроллер управляющий логикой отображения потому что главное в этой программе в этих приложениях это вот сложность логики отображения данных не столько логики всего приложения как логики отображения и тогда view контроллер выполняет роль и самого контроллера как связи между моделью и битом но главное его назначение все таки обеспечить сложную работу графических 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 отображений а бывает наоборот главная сложность главная логика приложения это сложная обработка данных и тогда может быть контроль модели которые главным образом реализуют логику сложной работы с данными и так далее прежде важно обработку распознавания преобразования чтобы потом что-то показать в виде относительно несложного изображения типа там таблицы диаграмма графика но перед этим приходится выполнять сложную сложную обработку данных логическую сложную ту которая ну не обеспечивая средствами объекта модели ну скажем если модель у нас отвечает за хранение данных в базе данных то средствами базы данных особенно много не обработает сложных данных поэтому вот в этой ситуации например возможна такая реализация когда главная логика программы это логика того как обрабатывать наши сложно устроенные данные ну и конечно есть куча других сложных вариантов например вот так есть общий контроллер который управляет логикой всей программы но есть подконтроллер контроллер вида который отвечает за логику сложное представление данных вид сам отображает заданное способом как определил контроллер взаимодействие способом но вот поскольку логика в данном случае вынесена в самостоятельный управляющий блок но это вот в какой-то степени у нас было похоже в этом смысле вив-контроллер вот создание слоев и переключения вы не помните там вроде был элемент который отвечает за логику переключения но это с одной стороны и чисто видом не является и чисто контроллером не является но между ними обоими как бы находится ну вот и там вот мы получили некий такой вот намек набросок на то что вот это вот наверное он мог бы быть если бы мы реализовали такую модель то как раз вот тут где место было бы этого решения скорее всего а возможно вот такой вариант вив-контроллер контроллер видов нужен для того чтобы поддерживать не один а несколько видов одновременно каждый вид отображает в каком-то разрезе одни и те же определенные данные но контроллер управляет этими различными видами и возможно даже взаимосвязи между ними конечно же ну вот опять пример тот же самый Excel когда одни и те же данные могут одновременно отображаться в виде таблицы в виде графика или диаграммы и еще ну да то есть несколько разных это вот классические примеры значит один одна модель несколько видов модель одна данные одни но отображаются несколькими разными способами как бы там уже на одном листе можно таблиц модель можно график вынести на отдельный лист отдельный вид полностью независимо от первого но тем не менее взаимодействие с одним видом поддерживает определенную логику и воздействие на другой вид если эта логика сложна то конечно тогда она может быть стоит выделить отдельно если и сама по себе логика всего приложения достаточно нагруженная поэтому выделить отдельно вот это что называется самбо а возможно вот такой вариант у каждого несколько видов а у каждого вида еще слой контроллера почему разные данные одни и те же данные отображаются разными способами но каждый способ достаточно сложно логически организован имеет сложную логику взаимодействия с пользователем особенно вот это скажем характерно как мне представляется для мобильных приложений когда данные приходится разбивать на множество экранов которые как-то логически между собой связаны они еще там с определенными визуальными эффектами там где-то пролистываются где-то проскальзывают и так далее да еще пояс идут вмешиваться начинают пальцем водить везде ну и вот как в этой сложной логике разобраться возможно что тут действительно в реализации таких приложений не у каждого вида есть свой контроль или может быть свой контроллер для того чтобы как-то развести эти виды работ потому что логика логикой но она зависит и от того как это выводится и как воспринимается а возможно вот такой вариант сложно организованные данные и для работы с ними нужна определенная сложная логика и поэтому выделяется отдельно контроллер модели ну представьте какие-то данные там большие визуальные логика их распознавание обучение и так далее ну конечно это может быть соответственно так может быть удобно реализовано по крайней мере разделена логика работы с данными и логика всего приложения в целом если это сложно то не стоит может быть сильно замешивать тем более приблизиться ну а в общем случае вот такой вариант возможен в этой в этой ситуации да кстати значит вот такая вот модель такая или вот такая часто называется многооконные приложения то есть приложения с несколькими окнами и опять же те же примеры Word, Excel когда вы можете одновременно открыть несколько окон в которых эти данные будут ображаться так же или можно различным образом ну в общем то обрабатываются одни и те же данные как а вот это вариант это уже во-первых много документный интерфейс с многооконным естественно для каждого документа минимум свое окно а может быть еще и с много документов так что в принципе существует множество различных вариантов такой архитектуры определяется но действительно вот сложностью той или другой части нашего приложения останется ли в целом контроллер который всей логикой управляет или его не очень сложная логика может быть перед на каком-то из подчиненных контроллеров будут ли они а в принципе может оказаться что логика приложения настолько сложна что для управления различными частями дополнительные контроллеры появится всякое может быть но тем не менее принцип остается одними тем же мухи отдельно котлеты отдельно данные отдельно отображение отдельно ну и логика которая должна связать данные и отображение чем меньше конкретное представление или конкретная реализация данных в приложении чем меньше она зависит от специфики отображения и наоборот чем меньше специфики отображения зависит от способа хранения данных в программе тем в общем получается гибче решение тем проще его модернизировать приспосабливать к новым видам интерфейсов к новым способам взаимодействия был окон интерфейс был веб интерфейс тач интерфейс все время что-то идет изменяется и может придется добавить еще один вид не хотелось бы чтобы из-за этого поскольку немножко по-другому используют данные для своей организации для этого нужно перестраивать данные в программе поскольку напрямую связано с байдингом а там данные не так структурно организованы как это требуется для этого ну вот такие различные варианты возможны но нас сегодня главным образом будет интересовать классическая архитектура и так три объекта модель вид контроллер и по возможности модель и вид не должно ничего знать только о друге ну такая классическая рассмотрим как можно можно ли и как реализовать вот такое классическое разделение задач для этого можно опять стартуясь той же самой программы линейного поиска но переписав ее немножко все таки на подножество си плюс плюса вместо printf и scanf у нас все все остальное то же самое то же самое решение то те же самые результаты проверка показала что работают на одинаково и как мы сказали здесь есть данные выделенные отдельно в этом коде отдельно алгоритм отдельные интерфейсные компоненты но теперь за данные у нас должен отвечать объект модель за интерфейс объект view ну а за алгоритм контроль и как мы говорили для каждой из выполняемых вот этих задач логично их изолировать в отдельных функциях точно так же эти функции это будут методы соответствующих объектов соответствующих классов поэтому класс модель в первой прикидке будет выглядеть вот так значит хедер файл определяет этот класс с одним пока единственным методом получить данные и его реализация опять же вот пока как это было в задаче со статическим массивом ну тут по-моему ничего особенно удивительного нет все очень просто единственно появилось новое слово класс да и соответственно вот принадлежность класса что это не просто какая-то функция а это функция член класса модерн или как говорят тогда метод класса интерфейсная часть как мы говорили это реализация вот этих функций отображения данных получения ну и соответственно отображения успешности или успешности поиска их реализация ну в общем тоже ничего особенного ну просто теперь это необычные свободные функции как в языке если это члены класса своих особенных данных этот класс как бы не содержит у него нет своих данных данные которые надо отображать он получает снаружи поэтому никакими данными не нагрошен это исключительно код ну так же как это было в слое отображения не было там своих данных что передадут то это выражение класс контроллер это логика нашей программы мы сказали объекты классов модель и вид ничего не должны знать о друге друг о друге а как же обеспечить взаимодействие через контроллер только контроллер знает что есть объект модель есть объект вид и именно через контроллер осуществляется перекачка данных если это потребуется ну то из модели вид точно но если скажем вид позволяет еще и что-то изменять в данных то тогда должно быть и обратное движение но все через посредника все через контроллер поэтому контроллера есть свой метод и конечно конструктор и деструктор которые инициализируют создаваемый объект и соответственно освобождают дело в том что в конструкторе эти указатели инициализируются созданными динамически объектами типа модель и вид ну а раз это создается динамически в динамической памяти при помощи нью то как я говорю на лекции когда-то должен сказать чтобы не было утечки памяти и в этом случае в таком нашем пока простом прямолинейном решении получается что получается что деструктор класса обязательно должен не забыть удалить но так как в отличие от целого ряда других объектных языков в сито плюс плюс гарантируется что при удалении объекта деструктор обязательно вызовется то мы гарантированы в этом случае если мы не забыли написать делить то эти объекты тоже освободят свою память то есть тоже будет корректно уничтожено сама логика осталась той же самой за исключением что теперь обратите внимание гораздо нагляднее стало видно что с чем взаимодействует с чем мы взаимодействуем вот здесь мы обращаемся к модели за данными вот здесь к виду снова к виду помните когда мы смотрели когда вызывается функция там не очень понятно какие части кода здесь взаимодействие работают вот здесь гораздо нагляднее здесь лучше понятна логика и структура откуда берется что вызывается ну а вот это это метод и не модели и не вида он свой собственный даже просто статически это даже не член класс а некая приближенная к классу обычной функции пока потом поговорим что можно и про нее подумать в будущем а почему только линейный поиск а почему не другие виды поиска например не деление пополам не дихотомия или какое-либо еще поэтому это тоже в принципе объектная заготовка или объектное решение позволяет вот так вот ну вот и облегчать дальнейшую вот потому что наверное стоит может быть выделить в отдельный объект отвечающий именно за поиск и можно присоединяя разные объекты или порождая разные объекты реализовывать разные алгоритмы поиска ну вот я просто на саму логику обращаю внимание что она конечно на ней представляется стало в общем-то нагляднее то есть те же самые функции методы вызываются в той же самой последовательности но сам синтекс из их вызова в данном случае мне представляется что проясняет что с чем здесь взаимодействует когда и как так это класс контроля ну и вот модуль main который приводит все это взаимодействие как создается объект контроля который внутри при создании помните в своем конструкторе создает модель и по умолчанию консольный вид и статическую модель данных ну и заставляет выполнить работу результат конечно остался тем же самым но реализация изменилась в некотором смысле стало нагляднее ну и как мы увидим в дальнейшем наверное и легче подвержены модернизации пока нет вопросов но это вот такое вот простейшее пока лобовое опять же решение конкретной задачи но тем то и хороший объектный подход что поначалу вообще то ведь если сравнить то даже с тем не буду с трехслойным в начале с тем решением которое было вначале написано ну на одну страничку кода потом уже задача линейный поиск массив для того чтобы породить его объектную реализацию сколько кода пришлось написать сколько файлов создать оставить это взаимодействие мне кажется надо ли с пушки по воробьям стрелить ну может быть и не знаю но все зависит от какой задачи но как сказал один из классиков объектный подход не является панацея всех бед при проектировании разработки программного обеспечения объектный подход может быть даже не является наилучшим среди существующих подходов во многих ситуациях но когда вы применяете объект когда вы пытались его применять он предоставляет вам лучшие так сказать структурированную информацию о возможных трудностях проблемах так сказать булочках швей которые и так иначе не всегда видны ну вот здесь мы сразу о чем ага вот хорошо а ведь мы умели заменять вид а почему бы этого не сделать это же удобно но кстати а если у нас есть объект отвечающий а почему а почему нельзя переключаться между источниками данных разными способами их получения но мы уже на предыдущем решении на уровне процедурном все-таки поняли что для того чтобы это можно было сделать должен быть какой-то некий абстрактный слой отделяющий конкретную реализацию логики действий вот ее абстрактного описания что же надо делать и в какой последовательности ну другим словами интерфейс реализации и поэтому и говорят что классики рекомендуют пишите программы программируйте разрабатывайте программы на уровне или в терминах интерфейсов а не в терминах реализации потому что за одним и тем же интерфейсом могут прятаться или предоставляться различные реализации в чем есть суть полиморфизма новость краеугольных китов на котором стоит все объектно ориентированное программирование так вот если посмотреть что мы хотели и могли переключать консольное отображение и оконное то нам помните появился там посредник где много входов много выходов надо из одной розетки в другую передергивать вот таким вот абстрактным классом базы у нас является класс в ю в котором объявлены что все реализации отображения или классов отвечающих за отображение должны реализовать вот эти методы в языке c++ подобные объявления вводят так называемые чистые виртуальные функции это функции у которых с одной стороны в данном классе нет реализации а раз нет реализации то такой класс является абстрактным потому что компилятор запрещает создавать объекты абстрактного класса этот класс является базовым классом потому что слово виртуальный говорит о том что потомкам этого класса можно и нужно дать реализацию этим своих классов когда уже появится конкретика каждого из различных подвидов общего класса вью ну и вот один из таких подвидов это консольное отображение консоль вью значит здесь этот класс является наследником класса вью но для того чтобы стать не абстрактным в свою очередь а конкретным он должен кстати конкретным классом не абстрактным он должен реализовать все унаследованные чисто виртуальные функции кстати во многих языках программирования вот такой вот класс вычеркни в нем вот эту вот строчку или написав ее тоже приравняв нулю вместо реализации а здесь я просто дал реализацию по умолчанию что когда спрашивают какой тип интерфейса и ничего еще не определялось говори что консоль только для этого сделано а так иначе класс в котором нет данных тем более скрытых вообще нет где объявлены только виртуальные функции не просто виртуальные а чисто виртуальные только такие ну правда за исключением деструктора единственная конкретная функция в этом классе должна бы быть так устроенные классы в других языках даже описаны специальным ключевым словом интерфейс называется интерфейсными классами а классы другие конкретные могут реализовать этот интерфейс ну вот здесь конечно есть некоторые завуалированный обман программистов с таких языков как java sharp visual basic и многие другие в которых говорится что некоторый класс реализует интерфейс но мы то понимаем что реализация интерфейс это есть наследование с переопределением вот этих методов другое дело что в некоторых ситуациях когда есть несколько интерфейсных классов таких или интерфейсов может оказаться необходимым реализовать дать реализацию несколькими из этих интерфейсов тогда мы приходим к понятию множественного наследования чего нет в других языках в большинстве а все есть поэтому в тех других языках опять же чтобы не смущать программистов говорят у нас наследование одиночное мы можем наследовать от одного единственного конкретного класса класса который предоставляет реализацию может быть набор данных код это класс потомок получает наследство это единственное единичное наследование но класс может реализовать много интерфейсов чтобы не говорить что с множеством наследований но на самом деле здесь нет тех проблем при реализации интерфейсов которые могут возникнуть при множественном наследовании не обязательно абстрактных базовых классов а классов представляющих реализацию вот там могут возникнуть и дублирования и конфликты имен и много чего может возникнуть к счастью для других языков интерфейс в этих языках как правило это очень бедные классы которые содержат объявления говорят сиком c++ чистые виртуальные функции ну одного максимум двух крайне редко трех и как правило название этих методов весьма специфические так же как специфические названия самих интерфейсных классов типа iComparable интерфейс для сравниваемости реализовав этот интерфейс объект если хочет чтобы если его хотят сравнивать то он должен реализовать этот интерфейс и одну единственную функцию compare сравнить или другой там clonable и объявляют одну единственную функцию клон конфликты имен в таких интерфейсах обычно не бывает там если бывает само один раз реализуется и все да поэтому если они встречаются то крайне редко их тоже можно развести в общем то в так или так поэтому вот здесь мы как раз вот в этом примере стоим практически на чистых идеальных позициях любого объектного языка у нас есть интерфейс ко всем в общем то отображениям классом отображения все классы отображения должны уметь делать то что объявлены в интерфейсе должны реализовывать ну вот единственное мне пришлось чуть-чуть отступить потому что если скажем у нас оконный интерфейс а так что не оконный интерфейс у нас запускается программа может быть еще не все настроено спрашивая как спросить пользу какой же интерфейс он предпочитает сегодня оконный или консольный ну поэтому вот по умолчанию предлагается консольный но класс следующий может его как вот здесь переопределить в данном случае консольные отображения переопределять предлагая вот такую реализацию то есть предлагают запрашиваться и спрашивают тип а вот скажем если бы я собрал приложение с другим скажем с оконным интерфейсом то там тогда вот это ну уже наверное было бы не актуально не хотите от оконного интерфейса уйти в консольный все бывает но тем не менее консольный интерфейс это те же самые методы которые прежде находились в реализации класса вилл просто мы сам чистое объявление класса вилл определили как абстракцию абстрактный класс а это конкретный код который реализует конкретную работу поддержку консольного интерфейса поэтому здесь они такие как на предыдущих слайдах они делают ту же самую свою работу делают а вот класс для поддержки для реализации оконного интерфейса ну снова его он объявляется как класс наследник view и поэтому он обязан реализовать предложить реализацию всех унаследованных чистых методов но заметьте метод get интерфейс type он не реализует потому что считается я посчитал что ему здесь это не надо вряд ли если у нас открылось окошко то захочется открывать отдельно консольное окошко чтобы в нем что-то делать кстати не закрыв этого ну а сама реализация конечно оказывается хитрее здесь вот но я не стал полностью выражать и показывать так сказать специфику реализации оконной диалоговой процедуры для окна диалога функция которая запускает диалог ну а вот так вот здесь выглядит переписанные в данном случае методы класса которые реализуют у нас окон оконный интерфейс я здесь пользуюсь не так как это было скажем в сишной реализации вот подобного подхода где используется там функции скнф дело в том что проблема здесь еще и написание работы с оконным интерфейсом состоит в том что там практически все данные это текст строки и поэтому необходимо работать со строками но я вот здесь использую библиотечные объекты строковые потоки в которые выводится информация в нужном виде а потом эта ссылка на полученную сформированную строку передается уже оконному функциям оконного интерфейса которые соответственно отображают ее в визуальных виджетах визуальных элементах ну то есть та же самая информация в том же самом виде но отправляется теперь не вся вот как это было в консольном варианте вот здесь вот и ранее а отправляется в поток в строковый поток а потом предлагается диалогу это отобразить ну результат следующий хорошо ну мы сделали два оконных интерфейса ну а может поддержать возможность замены статического интерфейса ну на какой-то другой например в данном случае я хочу из модели выделить как самостоятельный статический подмодель чтобы потом имея общий интерфейс наследование подключать и порождать другие подмодели по другому взаимодействию с источниками данных поэтому помятую о том что вью это виртуальный базовый класс через который с контроллером могут взаимодействовать различные классы объекты классов отображения вью подкласса точно так же видимо и здесь логика должна быть похожей что через абстрактный базовый класс модель могут взаимодействовать реализуя соответствующие чистые виртуальные методы соответствующие классы ну вот попытка сделать вот это выделить в отдельный подкласс статическую работу для того чтобы иметь возможность выделив общий интерфейс подключать другие классы объекты других классов для работы с данными но лишь бы у них был определенный вид интерфейс класс контроллер в этом случае что в нем изменилось ну мы видели что в классе контроллере значит во первых есть работа по выбору интерфейса ну а самое главное изменение коснулось что здесь все осталось как было в объявлении класса в реализации немножко поменялось так как я выделил теперь подвид модели то здесь создается просто вот статическая модель и кстати поскольку у нас интерфейс может переключаться по умолчанию я инициализирую консольный интерфейс ну потому что при создании контроллера контроллера потом спрашивается давайте выберем предлагается выбрать интерфейс запрос у нас был в консоли ну и наконец обращаю внимание насколько намного проще выглядит переключение интерфейсов если мы пользуемся объектами соответствующих подклассах я просто удаляю если это необходимо объект из памяти физически удаляю реализующий соответствующий интерфейс скажем консольный ранее заготовленный и создаю оконный ну если это не оконный интерфейс так вообще ничего не трогается кстати заметим что скажем при реализации в виде модулей на языке с переключением интерфейса в памяти одновременно присутствует реализация того и другого интерфейса а здесь мы либо один либо другой реализуем в памяти ну тем самым мы еще и экономим память и не только облегчаем всю жизнь по переключению интерфейсов мы параллельно выигрываем еще ну и наконец как же выглядит решение ну внешнее решение выглядит точно так же внешнее решение выглядит точно так же да оно и наверное должно быть таким точно так же ничего кардинального случиться не может почему потому что мы просто делаем опять рефакторинг программного кода мы выделяем определенные абстракции мы выделяем самостоятельные вот типы под задачи и так ну вроде пока все хорошо ну а если подумать хорошо об этом вот у меня есть отображение данных в консоли у меня есть отображение данных в окне за данных отвечает объект модель с другой стороны у объектов особенно вот объектов хранящих данные существует такое или так желательно такое свойство как сохраняемость сохранность сохранение свое состояние между сеансами работы и так далее и так далее у него есть различные названия сам процесс сохранения обычно называется сериализацией значит ну а свойства объектов сохраняться в некотором в некотором медиа потом восстанавливаться из них при необходимости называется живучестью и устойчивость таких объектов но почему бы у нас модель не занялась живучестью реализации живучестью почему модель не может сохраняться и восстанавливаться при необходимости исправить но не знаю как сохраняться уже восстанавливаться точно здесь сейчас у меня не рассматривается задача модернизации данных с целью модификации модели но когда до этого дойдет она должна уметь и сохраняться а так она должна уметь восстанавливаться исправить исходя из этого я объявляю в классе модели что все модели реализующие работу с данными должны обеспечивать возможность сериализации своих данных что такое сериализация ну на самом деле это сериализуемость объекта это умение объекта представлять себя в форме потока байтов и восстанавливать себя из такого потока байтов вот обычно для этого вообще уже признанно является функция с таким названием или метод с таким названием ну как правило первый параметр куда сохраняем в некоторый поток ввода или вывода а уж куда он будет назначен например файл а может быть не какое-то устройство и так далее ну и наконец флаг управляющий направлением сериализации значит если флаг true то идет сохранение объекта во внешнем мире ну а если он false то обратное восстановление так я заложил в класс модель добавив новое новую чистую виртуальную функцию но когда начал прорабатывать а как это будет реализовано в классе статическая модель в классе модель которая черпает данные из файла при помощи метода сериализации например вот в некотором файле сохраняются данные а она может их оттуда достать для того чтобы предоставить для работы то оказалось что при реализации и методов get data и методов сериализации есть много много общих мест и значительное логическое даже физическое дублирование кода а это не есть good дублирование кода это всегда плохо поэтому есть решение если у вас в нескольких классах одинакового уровня и находится общий код перенесите его в класс более высокого уровня для того чтобы его повторно использовать кстати вот здесь я еще не прокомментировал я решил хранить данные когда они из файла я их не знаю сколько я решил их хранить в виде динамического вектора класса и стандартной библиотеки языка с плюс но когда начал писать сериализацию то увидел что в общем то здесь и здесь почти идентичный код пишется и в get date тоже практически идентичный код ну и тогда чтобы избежать дублирования я принял другое решение теперь методы get date сериализации реализуются классом вид класса модель фактически это получается ну возможно назвать контроллер модель моделей реальных он предоставляет реализацию этих методов он содержит внутри себя уже век а тогда объявление классов или точнее подклассов других моделей значительно упрощается значит статик статическая модель файл модель имеют только одному дополнительному конструктору здесь не пишется ни деструктор ничего почему потому что они автоматически сгенерированы в языке C++ единственная проблема которая при этом возникает это вот какая если в классе модель будет реализована все методы которые были объявлены чистыми виртуальными то это значит что класс перестанет быть абстрактным а станет конкретным тогда спрашивается а надо ли позволять создавать объекты класса просто модель в которой ничего нет вектор пуст ну и вопрос надо ли позволять клиенту создавать такие модели мне хотелось бы этот класс оставить все таки абстрактным объекты абстрактных классов объекты компиляторные дают создавать но но все функции в классе реализованы значит не могут быть виртуальными в таких случаях обычно объявляют чистым виртуальным деструктор и обратите внимание я бы реализовал объявил деструктор класса модель чистым виртуальным но этого ведь не может быть деструктор это единственный код который точно должен существовать но оказывается есть такая фишечка можно было бы так подступить из каких-нибудь из других этих методов а может быть даже и с каждым но наверное среди этого не стоит делать достаточно хотя бы одной чисто виртуальной функции и вот достаточно универсального решения для этого общепризнанного является объявление в деструктор потому что в подобном абстрактном базовом классе деструктор должен быть виртуальным поэтому оказывается вот какая вещь возможна класс модель объявив деструктор виртуальным его таки реализовал то есть объявленные чистыми методами не имеющими реализации на самом деле имеют право быть реализованы в этом классе и в ряде таких вот архитектурных проектов будем разработки это считается а мы все-таки предложим вам нечто по умолчанию то есть не хотите не пользуйтесь но можете воспользоваться нашим умолчанием как реализуйтесь объявите а вызовите нас чтобы свой код не писать ну а тут то остальной код получается так что данные значит данные из контейнера надо предоставить адрес они предоставляются и вернуть количество данных но это вот опять же метод вектора позволяет нам узнать сколько и узнать адрес блока хранящихся этих данных сериализация выглядит как ветвление в зависимости от значения флага либо в поток выводится данные либо оттуда читаются я кстати решил что данные в поток будут выводиться с разделителем и таким разделить у меня является запятая то есть числа должны выводиться через запятую ну и соответственно считываться будучи разделенным запятой и этот метод эти методы теперь могут использоваться потому что наследуются классами потомками а это значит что в частности хорошая идея возникает если модель хранящая набор данных для обработки умеет превращать их в поток байтов в текстовом виде описывающего эти данные а почему бы их не использовать для отображения в оконном интерфейсе да и в консольном тоже и что такое там как раз текстовое представление данных и используется ну вот заодно я хочу так повторно использовать код чтобы еще и обеспечив многократно использовать и тем самым упростить там уменьшить все должно решаться в одном месте ну а вот по вопросу интерфейс ли он в смысле других языков в смысле других уже нет почему потому что он предлагает реализацию кода и даже данных но он является абстрактным базовым классом значит объект этого класса создавать нельзя благодаря вот этому единственному в этом случае классы точнее так подклассы классы модели выглядит очень просто вот реализация одного из них конструктор заполняет вектор вот этими вот значениями которые были статически в нем присутствовали всегда после этого массив уничтожается на векторе он хранится файл модель работы с файлом она открывает файловый поток с указанным именем файла у нас есть умолчание и вы путем действия реализации заполняет вектор информации с файлом все очень простые оказались реализации в результате классы view и подкласс консоль view вот здесь я внес изменения теперь надо отобразить данные которые представляют в виде ссылки на поток в котором строковый поток в котором они хранятся уже подготовлены вот это единственное изменение которое коснулось класса view внесения у него изменений соответственно это отразилось вот здесь в объявлении и в реализации теперь реализация выглядит очень просто для того чтобы вывести на консоль нужно просто в конец добавить перевод на новую строчку и потом закрыть закрыть конец потока силу ввести после этого все аут вывести содержимое может быть что-то дорогое но я сделал так все остальные методы остались без изменения коснулось только вот этого но если раньше здесь были циклы и прочее то теперь этого ничего нет все это однократно там сделано все где-то аналогично оконное отображение то же самое раз интерфейс общий то вот здесь пришлось изменить код ну и вот здесь вот такая вот реализация еще проще заканчивает и таким образом вот эти к сожалению приходится использовать такие вот указатели которые потом используются вот здесь в оконной процедуре ну как бы глобально статические данные это не всегда хорошо но правда в рамках одного модуля почему бы и нет остальной код я пока не менял здесь то есть он остался какой был но вот это вот было внесено изменение вот сюда контроллер что изменилось в контроллере да здесь практически ничего здесь все как было вот коснулось изменения вот три новых строчки вместо одной создается поток модель говорят ну-ка давай-ка заполни его этот поток своим содержимым после чего говорят ну-ка вью вот здесь ну-ка вью давай-ка отобрази содержимое этого потока все такая простенькая манипуляция здесь теперь изменение какое теперь создается подмодель работающая с файлом ну и вот результат теперь что в консольном варианте что в оконном данные выводятся через запятую а содержимое берется вот из этого файла я вначале в него сохранил то что было потом ну вспомогательным потом дописал новые данные запустил вот они появились с ними можно работать и тройка вон и все они в порядке и одиннадцать находятся и тройка находится все находится все работает ну сама функция никак не изменилась ну а напоследок следующий вопрос он вопрос во-первых как и какие еще здесь стоило бы создавать классы например наверное неплохо было бы сделать абстрактный класс элемент данных и делать его реализацию как вот здесь например элементы типа int или например элементы строки а почему в наборе строк не искать заданные а может быть не просто строки а может быть например отображение мэпы ассоциированные массивы где ключ это скажем название какой-то термина значение это его расшифровка или обоснование объяснения и справа с них нужный термин видите термин получите результат ну а почему бы нет заметьте схема одна и та же расширение вроде бы с одной стороны элементарно если мы сделаем аккуратно подходящие классы вот следующий семинар у нас называется будет называться как и зачем создаются классы какие они в принципе бывают какие цели обслуживают и посмотрим какие из них у нас есть каких не хватает какие еще придется добавить потом еще один вопрос который требует серьезного рассмотрения это разница пока у нас наша программа искусственно в том что она следует императивность модели программирования императивная модель говорит что всем командует приложение приложение делает вызов функции функция выдает приглашение юзеру юзер чего-то делает в ответ и все и всегда вот так это старшина он командует новобранцы в аккодных системах основанных на событиях направление движения другое юзер делает какие-то действия щелчки там нажимает на кнопки клавиатуры прикасается к чему-то пальцем на экране или там вводит в результате система получает информацию об этом и должна проинформировать наше приложение что что-то произошло вне нашего приложения и следует на это реагировать а для этого нужно организовать обратный вызов а вот как организовать обратный вызов это опять же своя большая проблема конечно не хотелось бы напрямую жестко кодировать здесь вызов потому что это значит что мы опять приложение связываем с конкретными реализациями оконной системы и так далее поэтому существует опять же несколько решений как заставить взаимодействовать с собой объекты желательно без с минимальной связи между ними реальной но заставить взаимодействовать вот на эту тему наверное с этого мы в следующий раз начнем я вот сделал приложение той же самой функциональности просто теперь базовое приложение не консольное а оконное код окна под windows а он вот здесь приведен вот здесь как раз сделано оконное приложение которое работает под windows чем не хорошо было то кстати вот в этой модели здесь происходило два вызова два сразу создавалось окно и поэтому вот в реальной программе здесь на слайдах не видно в реальной программе оно моргало потому что оно не сажалось но с него появлялось новое с ответом по поиску потому что а в оконных приложениях окно всегда открыто и наоборот движение информации должно идти наоборот пока юзер его не закроет оно не должно не закрываться и не моргать и поэтому здесь класс модель тот же самый но какие изменения да в модели в общем то изменений здесь практически нет эти классы фактически остались как были а единственное изменение только вот при программировании под windows рекомендуется использовать файлы предкомпиляции поэтому вот здесь у меня убрались различные и включаем и стандартные файлы и включается вот один файл предкомпиляции поэтому вот единственное изменение которое здесь коснулось остальные инклюда пришло можно убрать аналогично вот здесь все инклюда убрались осталось только вот это stdfx и аналогично вот здесь это минимальные косметические изменения этих классов реально что изменилось view остался как был это все осталось как было единственное изменение вот значит здесь stdfx остальное опять все как было изменение косметическое наши классы не требует особенной модификации но вот изменения в контроллере какие в контроллере появились дополнительные переменные которые вот здесь вот инициализируется и сохраняется потому что пришлось иметь два обратных вызова объекта контроллера из оконного из оконной подсистемы первое для отображения данных и второе для того чтобы получить результат поиска общую общую функцию ду сёч разбито на две отобразить данные это одна реакция и отобразить результаты поиска другая реакция просто от функции это две функции обратного вызова получается каким образом это реализовано это реализовано вот здесь вот это окошко windows вот это компонент диалоговая процедура вот здесь вот произошли незначительные косметические изменения и всё а вот здесь видите в момент инициализации диалога сознаётся объект вот здесь создаётся объект контроля и в момент инициализации окна диалога его просят отобразить данные которые должны быть первоначально в открывшемся окне ну то есть набор массив данных и второе вот второй вызов юзер нажал на кнопку сделать поиск считывается значение и просит отобразить результаты поиска как мы помним эта функция получив из вида x делает линейный поиск и решает так что же сообщить успешный или не успешный был поиск вот собственно и всё это std afx и все стандартные классы которые в каком-либо из файлов реализации участвовали вот они здесь просто собраны поэтому остальных местах стоит просто include stdfx ну и вот обычно мастер windows создает еще специальный файл в котором включаются наоборот необходимые скажем для вот этого кода included для других этих самых других файлов ну в нашем случае классов здесь завязка минимальная оконная процедура оконный механизм знает о существовании только одного класса контроллера она обращается к контроллеру а он уже распределяет там работу хотя реально получается взаимодействует вид но все общение вид взаимодействует с визуальными механизмами а контроллер производит логику этих взаимодействий ну вот результат получается все равно тот же самый чего и следовало ожидать ну а вот как наладить взаимодействие между оконной подсистемы и нашим приложением реализовать механизм обратного вызова на эту тему существует тоже много разных решений от самых тупых и неудачных в виде жесткого кодирования до достаточно общих и обеспечивающих развязку и независимость решений ну вот они перечислены некоторые из них и скорее всего вот не следующий после этого а может быть частично и следующий а после него семинар так и называется как взаимодействовать классы объектов ну вот там видимо эти вопросы мы рассмотрим более подок эти и другие вопросы вы можете изучить на различных курсах которые у нас преподаются по окончании курсов вы получаете замечательный сертификат и в общем мы приглашаем вас к серьезному плотному взаимодействию с нами если нет ко мне вопросов еще характера большое спасибо прощаюсь с вами до следующей встречи а